Продолжаем нашу книгу «Беседатый Шарим». Мы в 19-й главе. Есть источники, пожалуйста, на старе лежат, чтобы вы все были. В наших источниках мы находимся на первой странице, но это уже 19-я глава книги «Составляющие качества Хасидута». Быстро напоминаю, о чем идет речь. Мы говорили, что есть три составляющие в этом качестве, три аспекта. Первая — в действии, вторая — в образе действия, то, как ты это делаешь. И третья вещь — твое намерение и кабана, во имя чего ты это делаешь. Здесь третья вещь, которая связана с действием, то, как ты это делаешь, в ней есть два аспекта. Первая — между человеком и человеком, и вторая — между Всевышним и человеком. В прошлый раз мы объяснили, зачем нужно так разделять. Ведь и то, и то, и заповедь Всевышнего. Какая разница, одевают филин или дают тебе цдаку, или помогают тебе поднять твоего осла. И это заповедь Всевышнего. Мы в прошлый раз объясняли это. То, что я обычно здесь объясняю, там все пометки, то есть у меня в книжке написано. Это из урока «Вравей» либо «Запа». Моего Равина, от которого я учился. Учусь, продолжаю ходить на его уроки. Он объяснил интересную вещь, что есть два аспекта прилипеться ко Всевышнему. Один — с помощью заповедей. Поэтому Хасид исполняет все заповеди во всех нюансах. И чтобы заповедь не только была актом его жизни, действие, которое он сделал, дал сдаку и пошел. А чтобы он исполняет это во всех нюансах, потому что он хочет, чтобы заповедь — это средство прилипеться к Всевышнему. Прилепиться — это до конца. И поэтому не только я хочу сделать это действие, чтобы действие оставило на меня след свой. Чтобы я жил в аспекте этого действия, в аспекте этой заповеди. Чтобы мои качества этому соответствовали, чтобы мои идеи этому соответствовали. Поэтому, как в миг погружаются, один волосок, если и прилепился, то уже погружение не кошерное. Потому что 99,9 — это хорошо, но если ты погрузился на 99,9, то ты не погрузился в миг. И что-то, что мешает. Так и здесь Хасид хочет прилепиться. С другой стороны, Всевышний говорит, что есть еще одна вещь — это твое единство с людьми. И то, что ты соединяешься с людьми, и то, как ты с ними соединяешься, и то, как ты их любишь, почитаешь, уважаешь — это тоже прилепиться ко мне называется. Но в данном случае ты прилепляешься ко мне, Всевышний, не с помощью заповеди, а с помощью того, что ты уважаешь, почитаешь, любишь другого человека, доставляешь ему удовольствие, спокойствие и так далее. И твоя правильная связь между другими людьми — это мое желание. То есть есть напрямую желание Всевышнего. Либо я люблю тебя, а это является желанием Всевышнего. Это может быть подобно тому, когда отец видит, что его сыновья находятся в мире, в шаломе и так далее. То это делают хорошо отцу. Хотя они любят друг друга, и другу уважают, и не ссорятся, и дерутся и так далее. Когда мои дети, иногда, они там все растут, и понятно, что там всякие споры и так далее. Я говорю иногда, да, вы своим поведением иногда делаете мне больно. Вы оба там мои сыновья и так далее. И там споры, и так далее. Понятно, это братский спор, дети и все. Я говорю, да, вы делаете мне больно. И они так, ну понимаешь, что это не только между ними проблема, да. Они от отца отдаляются, они отцу делают больно. Так и здесь Всевышний, когда видишь, что между людьми есть шалом, да, и он очень важен и дорог, да, то это желание Всевышнего, чтобы между нами был шалом. В прошлый раз Рамхаль здесь привел примеры, да, что по отношению к человеку в человеку, вот посмотрите на первой странице, это видно, да, тоже есть три аспекта, да, по отношению к телу человека, то есть обращать его ношу, там, не знаю, и так далее. Второй аспект по отношению к человеку, это по отношению к имуществу своего товарища, да, хранить его, предотвращать его какие-то ущербы и так далее. И третья вещь по отношению к душе товарища. То есть имеется в виду, в душе товарища я должен своим поведением не относиться к тому, кто передо мной стоит, как человек, как личность. Иногда человек может быть с очень низкими желаниями, интересами, человек материальный и так далее, человек не знающий, не мудрый и так далее, но я должен смотреть на его божественную суть и относиться к человеку согласно не тому, как он передо мной выглядит, а то, что есть на самом деле его божественная суть. И когда я так к нему отношусь, то я в нем это пробуждаю. Вдруг ощущает, что он не просто кусок мяса, 90 килограмм, да, и он должен периодически кушать, спать есть, на пляж ходить. Вдруг ощущает, что в нем есть подобие, божественное подобие, что он создал по образу подобие Всевышнего. И своим поведением я пробуждаю в нем это ощущение. Иногда люди ощущают это интуитивно, требуют почета. Но это все обычно заканчивается на гордыне и так далее. То есть источник этого он хороший. Человек ощущает, что он не просто вот тело вот человека, что-то в нем есть что-то великое. Но без торы и заповедей он не способен перевести это на правильный язык. И он думает, что если он там, да, что если он будет там очень богатым, то он проявит свою суть. Нет. Он потом будет очень влиятельным. Нет. И поэтому моя задача относиться к нему таким образом, как я смотрю на своего ребенка, к примеру. Я не смотрю на то, как он себя ведет. Я отношусь к нему то, что он есть на самом деле. И ребенок, должны быть такие отношения, допустим, между отцом и сыном, к примеру. Что, соответственно, ребенок ощущает, что отец, да, это я в совершенстве, да. С другой стороны, отец видит в ребенке, да, свое продолжение. И он знает суть его. И он относится ему так. И этот ребенок ощущает, сын ощущает, да, что отец относится к нему с глубиной, со сознанием, да, что у него есть великая душа, у него есть божественная суть. И так я к нему отношусь. И он это ощущает. И это пробуждает его, да. Может быть, иногда отношения такие, что отец критикует, допустим, да, унижает, там, не знаю, да. У тебя две левые руки, да. Откуда твои руки, если так взяли. То есть, таким диалогом, да, ты транслируешь своему ребенку, что он что-то очень такое, бревно такое, чиполина такое, да, бурадина такое, колобок такой, да, нелегкий такой. И отношение такое, да, то есть, соответственно, и дети так относятся к родителям, да, когда его расставят. То есть, ты только делаешь затмение по отношению к его божественному аспекту. И уже человек видит, не глазами физическими, ребенка, который там может быть материален еще, и там занимается глупостями, видит его божественную суть. Он видит здесь Мушера Бейна. Он так к нему относится, он так к ним разговаривает. Он говорит ему, нет, а две левые руки выросли. Смотри, ты же можешь сделать вещи много лучше, если ты будешь проявлять свою, допустим, там, у тебя есть талант какой-то, ты будешь серьезно к этому относиться, может быть, сделать что-то там последовательно, то ты сможешь проявить это в совершенстве и так далее. Да, может сказать ему, какой ты глупый там и так далее. Он может сказать, что такое поведение тебе не подходит. Ты совершенно другой человек. Да, это, ребенок ощущает, да, что, когда он делает что-то плохое, то родители не говорят, какой ты бездарь там, да, и так далее. А он ощущает, что, ой, сделал что-то, что вообще не соответствует моей сути. Ой, промашка, да. То есть все время ощущение величия. Да, и это идея хасида, потому что по обычным отношениям человека к человеку. Ну вот он, пожалуйста, стоит признать этот товарищ, да, там, разговаривает грубо, там, я знаю, там, между его ругательствами есть междометия какие-то и так далее, там, курит сигарету такое там и все, да. А ты относишься к нему не то, как он себя проявляет, проецирует, позиционирует, да, а к тому, что есть на самом деле. Аль-Львин, да, говорит, я вижу, я не вижу то, я вижу твою душу, да, это я вижу, я так с тобой общаюсь. И это в тебе пробуждает это, человек ощущает, что он что-то другое, да. Кузырь описывает так встречу с пророками, да, что когда человек встречал пророка, в нем пробуждалась его божественная суть. Я не знаю, это было такое мистическое, как бы, сгула такая была, что человек видит пророка, и вдруг ощущает, ой, я не животное, я не гонюсь все время за деньгами, я создан по образу и подобию, да, он ощущает себя, либо же пророк так смотрел, относился к человеку, ведь пророк себя так ощущает, что он создан по образу и подобию, что в нем есть божественная душа, и он также смотрит на других, как сказано, заповеди, возлюбить ближнего, как самого себя, да, то есть отсюда есть заповедь возлюбить себя, если я себя не люблю, у меня нет шанса возлюбить кого-то, если человек себя не ценит, то он может ценить от других, он себя не уважает, у него может быть от других, если я в себе не вижу божественный свет, то нет шанс, что я его вижу в каком-то другом, да, поэтому Хасид относится к человеку, не то, как он проявляется здесь и сейчас, а то, что ты есть на самом деле, и па-па-па-па-па-па-па, и поэтому мы на первой странице, последний, предпоследним заст, видите, по отношению к душе, означает стараться, насколько это в силах человека, то есть и к другому моральное удовлетворение, здесь написано моральное удовлетворение, но мы видим на куратруах, куратруах это как раз такое, да, да, не только удовольствие, умиротворение какое-то, это действительно относится к человеку, что человек ощущает себя чем-то великим, что действительно он относится не к низким аспектам этого мира, еда, как говорят банды и ханы и амазоны, да, там, плодиться, размножаться, кушать, там, хорошо жить и так далее, а он ощущает, что действительно великие, божественные, духовные идеалы, они соответствуют ему, он хочет, желает этого, да, поэтому приносит другому вот это такое состояние, это написано моральное удовлетворение, но, нужно, например, только я сейчас объяснил, как в том, что связано, связано, но с его честью, почему-то так объясняет, все, она должна быть с его честью, как в том, что связано и, наверное, не но с его честью, она должна быть и с его честью, так и во всем остальном, делать все, что, как ему известно, достать другому радость и удовлетворение, как обязывает заповедь благочестивых хасидов, то есть для хасида это обязанность, то есть он, да, он смотрит человека таким глубоким взглядом, и тем более нельзя причинять другому страдания, не по таким видам, никаким образом, то есть имеется в виду сторона не только, понятное дело, там, не наступать ему на ногу просто так, и не мучать его, там, и так далее, имеется в виду любая вещь, которая может подчеркнуть недостаток человека, недостаток, который он действительно есть, либо недостаток имеется в виду вообще, как бы, да, окунуть его еще больше в материальное, в низкие аспекты, да, то есть проведить такое отношение к человеку, которое делает ему ощущение, что он, в принципе, животное, в принципе, кусок мяса, да, то есть иногда это объективно, могут быть какие-то недостатки, допустим, в человеке конкретно, да, и ты это выделяешь на смешничество, шуточки, подколки, там, и так далее, да, мы сейчас видим еще здесь примеры, либо же, в принципе, отношение к человеку, как к чему-то низкому, да, к чему-то такому, кусок материи, да, там, и так далее, думаю, сейчас пример, который, к примеру, и, ну, это вам нужно часто находиться, может, в атмосфере людей таких, которые так общаются, да, ну, скажем, не один раз, как-то, один из примеров, там, был у одного раввина, там, да, там, пришел пообщаться, посоветиться с ним на какой-то личный вопрос, да, так вот, я помню это ощущение, когда находишься с ним в комнате, да, ощущение, как бы, что ты все, ты царь, как бы, да, он так с тобой относится, он так обращает внимание на все твои достоинства, там, или какие-то, ты вообще там думаешь, а, это глупость, он говорит, нет, смотри, это очень важная вещь, там, и так далее, его ощущение, отношение, взгляд такой, да, ты выходишь из этой встречи такой, ну, почти ангел такой, да, либо же ты попадаешь в коллектив, в котором, да, человека унижают, насмеиваются, подкалывают, да, там, и человек чувствует, в принципе, такой весь низкий, жалкий такой, да, все у него такое, примитивный и так далее, да, да, поэтому, да, любая вещь, которая может привести человека к тому, что он ощущает себя ничтожеством, да, низким и достойным, да, это называется его, принесить ему страдания, то есть его душе, то есть имеется в виду, да, что ты подчеркиваешь в нем его, либо личные недостатки, или вообще то, что он создан из материи, да, и ты к этому относишься, а в этом, а в целом эта сторона благочестия предполагает добрые дела, навредительно называется Гмелудха Садим написано, да, то есть заповедь Гмелудха Садим, который безмерно восхваляет и изменяет нам обязанности наши мудрецы, здесь даже относится стремление к шалому, это является благом в отношении между всеми людьми, то есть еще один аспект отношения между людьми, это делать шалом, да, вот ты можешь усилить шалом своим соседам, своим товарищам, с кем-то из семьи и так далее, нужно это прикладывать к этому максимуму усилий, да, Всевышний это очень любит. Теперь говорит Рамхарин интересную вещь, теперь, хотя все эти вещи очевидны и не нуждаются в особых доказательствах, я приведу относящиеся к ним слова наших мудрецов, благословенно их память, то есть, с одной стороны, все, что ты сказал, это просто очевидно, с другой стороны, я хочу тебе привести доказательства, если это очевидно и все просто, зачем нужно привести доказательства, из Тора имеется в виду, да, из мудрецов, из пророков и так далее. Рамхарин говорит, это очень все понятно, доступно, не нужно доказательств, но я приведу тебе доказательства. Зачем? Потому что в начале, когда мы начали только изучать это качество хасидута, предисловие к этому качеству, в 18 главе Рамхарин описывал, что большинство людей на самом деле не знают, что такое хасидут, и не являются настоящими хасидами, а это называется гурмея хасидута, люди, которые ошибаются по отношению к тому, что есть качество хасидута. Одна из их ошибок, что эта ошибка, в принципе, не только у этих людей может быть, она, в принципе, ошибка всех остальных религий. Это ошибка того, что человек думает, что чем меньше он человек, тем ближе он к Богу. Чем что? Чем меньше я человек, сейчас объясню. Чем меньше я человек, тем ближе я к Богу. То есть имеется в виду, если я слабый, посты, изнурения и так далее, если я меньше знаю науку, живу в лесу, отделён от жизни и так далее, живу аскетским образом жизни, то есть я меньше человек, я ограничиваю себя, сковываю свои, не проявляю свои таланты, не проявляю науку, мне не нужны деньги, я живу там, кушаю там какие-то зёнышки и так далее. То есть всё, чем человек меньше, человек, чем меньше он живёт как бы жизнью, тем больше думает, что этим приближается к Богу. Обратите внимание, что в принципе все эти культы, религии и так далее, они основаны зачастую на том, что чтобы привидеться к Божественному, нужно сломать эту жизнь. Либо эту жизнь в этом мире человека очень сжать, знаете, очень маленькой и примитивной, монастыри, отшельники, пещеры и так далее, посты, изнурения, истощения, мучения, самобичевания и так далее, не жениться там и так далее, не задавать семьи. Либо же ещё одна опция – это разломать рамки, стандарты этого мира, чтобы найти Божественное, то есть, к примеру, оргии, извращения, убийства, животоприношения детей, переносов и так далее, все эти вещи. То есть, люди ищут Бога там, где ломается жизнь человека, там, где они её сломывают, какие-то важные ценности, принципы. «Ребёнок в этом мире, первенец!» Молях – это была такая вот дозора. «Сожги его на костре!» и так далее. Либо же какие-нибудь оргии – нет семьи, нет мужчин и женщин, нет отношений и так далее, ломаем всё, переходим ранки, границы и так далее. То есть, да, либо там наркотическое состояние, там всё. То есть, люди либо ломают рамки и там пытаются найти Божественное, потому что, что Бог в этом мире, в материальном мире, что нормально, что ли? Какая Богу разница, если ты не поцарапал машину, кто кому сколько заплатит, да? Бога точно в этом нет. Вообще, Богу интересно, как ты шнуки свои завязываешь, как ты в туалет ходишь, там, не знаю изображения, да? То, какую рукой, там, я не знаю, там, я не знаю, там, ты первую, там, делаешь, ты отдам и так далее. В какую штанину ты ногу засовываешь первую, да? Это что, интересно Богу всё это? Нет, это Богу всё не интересно. В этом мире нет Бога. Не может быть, что ему это всё интересно, зачем всё, такая жалкая, низкая человеческая жизнь. Нужно найти Бога за пределами этого мира. Нужно оставить этот мир. То лучше всего, конечно, было бы умереть. И там где-то его найти, этого Бога. Но люди чувствуют, что жизнь им важна, да? И они не готовы так быстро умирать. Поэтому что нужно сделать? Сломать какие-то рамки этого мира. Морали, принципы, законы и так далее. Какие-то устои. И там они найдут в этом экстазе какое-то ощущение, прилепятся к какой-то силе и так далее. Это один, да? Второй способ – это быть меньше человека. То есть ты живёшь в такую очень скованную, скудную человеческую жизнь по минимуму и так далее. И вот я такой же слабый и дохлый, да? И там, вот там, вот там, чем меньше материального, там больше будет духовного божественного. Это две ошибки такие, как бы можно сказать, такие, да, на которых мир идолопоклонства, там, и того или иного держится, да? Поэтому, не дай Бог, в народе Израиля могут быть люди, которые могут подумать, что, чтобы быть прилипёноком Всевышнего, нужно быть меньше человека. Поэтому здесь Рамхаль, Бундерсли, в принципе, да, разделяют, что заповеди делятся на два аспекта, да? Первый вид заповедей – между человеком и Богом, и между человеком и человеком. То есть ты не должен быть меньше человека, тебе важно имущество, посмотрите, тебе важно тело другого человека, нельзя внести ему урон, и ты можешь спасти его тело. То есть я даю этому важность какую-то, я это почитаю, понятно, что я в себе это там… Если я почитаю тело товарища, то я и своё тело почитаю, да? А кто ещё посмотрит потом, как описывает Кузарь и Хасида, да? Что все силы человека получают своё наполнение, да? Получают своё максимальное развитие, да? И Хасида умеет в гармонии соединить все силы, тогда рождается новая ступень, да? Которая без этого не может родиться. Вторая вещь – тебе важно имущество твоего товарища. Тебе не может быть важно имущество твоего товарища, если тебе своё имущество не важно. То есть ты в этом мире, ты больше человек, тебе важно тело, тебе важно имущество. И по отношению к душе другого, а, это значит, ты должен свою душу, свой духовный мир ценить. Получается, Хасидут говорит, ты должен быть максимальным человеком и относиться максимально к другому человеку в аспекте его имущества, тела и его духовного состояния. И этим ты и прилипаешься ко Всевышнему. И потому что у людей есть эта ошибка, да? Те, кто не изучает Хасидут, думает, что прилиплённость к Богу – это быть меньше человеком. Соответственно, меньше чинить себя и меньше подчередлять других. Вообще не важны отношения между людьми. Главное – я и Бог. А мои отношения с товарищем по комнате, по соседству, по площадке, там, изданной работе – это вообще никого интересует. Как ты ехал в автобусе, да, там, и водитель ехал, там, и… Ну, очень осторожно, как известно, в Евгустарии большинство и, правда, водители арабы, да, поэтому можно сказать про них, что они плоховы, там, выводят слишком, как бы, так… Экстремально, да, что бабушки, дедушки и женщины с колясками, это, наверное, основное количество людей в автобусах летают, да, по… Я жене всегда говорю, заходишь в автобус, сразу садись. Не плати, не плати даже, если… Ну, только не улетай никуда, потому что, да, садим ребенка в коляске, начинают, и он летит, и так далее, да, передай кому-то кошелек, пусть заплатят, карточку проведут, сама не… И так, ну, когда ели, зашел в автобус, зашел человек там один, да, там, религиозный, да, а ели, там, водитель, там, ну, не очень, там, мягко поехал, и так далее, и он с первой секунды, такими словами, там, на него, там, ругательствами, такими и так далее, я был в шоке, да, там, даже светскому это не пристойно, тем более, чем религиозный, и так далее. Я ему говорю, там, блин, что, может, там, зазлился, в чем-то, да, давай попробуй сказать ему, может, другими словами, да, ты сразу так кричишь, ругательствами, все, нет, он не в какую-то, там, это самое… Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ равнозначные вещи. Видим пример, о котором Харль приводит. Поэтому Харль говорит, так как люди путаются и думают, что отношения между человеком и человеком может быть менее важны, да, и только с Богом она, там в ней есть божественный и духовный аспект, то нет. Поэтому для этого я приведу тебе доказательства, да, хотя вещи простые, но чтобы ты обратил внимание, ты сто раз это читал, говорил, знаешь, но чтобы ты обратил на это внимание. Поэтому теперь, хотя эти вещи очевидны и не утверждаются в особых доказательствах. Ну и я приведу относящиеся к ним слова нашего мудрецов, благоцветная их память. Сейчас увидим, что он приводит источники, в которых всегда упоминается два вида заповедей. И между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком. Как раз для этой вещи. Давайте посмотрим. Вторая страница. В разделе Мавилонского Талмуда Мигела, в главе Бней Гаир, да, жители этого города, такой есть там раздел. Спросили ученики Раби Закая. Спросили ученики Раби Закая. Чем продлил ты дни свои? То есть здесь есть рецепт долголетия. Шутка. Когда мудрецы спрашивают вопрос, что они продлил ты дни, то если бы это был вопрос долголетия, то нам бы никогда в Талмуде это не написали. Это вопрос медицины, психологии, коучера, коучера там, не знаю, кого там еще. Никогда в Талмуде эта вещь не будет записана. Если в Талмуде записан вопрос, то вещь, которая имеет духовный аспект на поколение и так далее. Говорит, написано Георахтеямин. Действительно, если дословно, то слово Арох – это длинный. Но понятие у мудрецов, слово Арох – это не только параметр красоты, кинемметража и так далее. Будущий мир называется Йом Шекуле Арох. День, который весь длинный. Длинный имеется в виду совершенный, неограниченный ничем. Мы в молитве сейчас был Рушходыч, просили там, да, Айхут Ямим и так далее тоже. Чтобы дни были длинные, имеется в виду, много было дней. Чтобы день был длинный, насыщенный, как бы имеется в виду, да, чтобы в твоем времени проявлялся божественный аспект. Поэтому будущее мира – одно из его названий Йом Шекуле Арох. День, который весь длинный. То есть имеется в виду, в нем есть глубокая духовная суть без ограничения. Поэтому, когда они спрашивают, чем ты продлил дни, не имеется в виду, скажут, почему ты… Чем ты растушил долголетие, а имеется в виду, как ты удостоился жить, что все твои дни наполнены смыслом духовным, божественным аспектом, да. Как человек живет. Не только у него иногда проявляется там в молитве, и раз в три года у него там что-то там, кавана какая-то поблеснула, он хорошо помлился там. «Ей, перейдем к Кипурам, он действительно там, я не знаю, что-то еще там сделал, какое-то действие». А как ты сделал, чтобы все твои жизни, дни жизни были полны, наполнены духовным смыслом? Ведь жизнь – она суматоха заботы, проблемы, трудности, всякая там материальная суета и так далее, рутина. Как ты удостоился в этом мире жить по-настоящему, не погрязнуть в болоте этого мира, а жить здесь все время на уровне своего духовного аспекта, оставаясь в этом мире? И теперь можете взять себе там ручку, угадашь и объяснить. Все ответы здесь, все вопросы, ответы, которые будут, будет много примеров, они подчеркивают ступень Хасидута, потому что они начинаются словом «Миямай» – «Никогда». Мне это не одноразово со мной эта вещь пришло, а все время это было. Я это Хасидут, потому что «Я могу сделать то, что Он сделал», в соответствующее вопрос «Сав explanation» – «Я могу все время это сделать?» – «Я тоже могу вовремя встать вовремя на молитву» «Я могу иногда, как у меня не разозлится?» В idemom «Вы!...» �ط 저а «И там он туда, covert». Одна из вещей, да, что они постоянно, это уже Хасидут, к примеру, как здесь. Никогда в жизни я не мочился ближе, чем расстояние четырех локтей от места молитвы, да, порожнялся по-маленькому. То есть, да, есть законы, в каком месте человек может молиться, да, и, может быть, сегодня нам это уже не так и понятно, да, да, там у нас есть специальные затверные места, но, впрочем, подозревают, что это было меньше туалета, мы всегда были в доме и так далее, да, и так далее. И зачастую не было синодок там и так далее. И при этом люди молились тогда в поле, законы, человек молится в поле, в дороге и так далее. Так, да, есть разные, сейчас секунду, есть разные законы, есть разные законы молитвы. То есть, имеется в виду, место, в котором я один раз помолился, я никогда в этом месте не опорожнялся. То есть, он там был в дороге, к примеру, молился возле этого дерева, в следующий раз он проезжал, вдруг ему там захотелось опорожниться и так далее. Он, хотя нет запрета такого, даже не синагога, помолился там на этом месте, у этого пенька, у этого дерева, у этого развалинка и так далее. Но если в месте, в котором я молился, а молитва это встреча со Всевышним, есть даже элемент какой-то шхири, божественное присутствие в этом месте, когда Ибре молятся, то в этом месте я уже, в четырех ама, то есть, да, это расстояние, которое считается уже делением, как бы, да, я в этом радиусе, я не опорожнялся. Да, хотел спросить, кто? Это не обязанность, да, но так он себя вел. Да, поэтому никогда со мной этого не происходило. И вторая вещь, да, да, у меня было в этом месте связь о Всевышнем, в этом месте прожиться нельзя, да, он разделяет эту вещь. То есть, это между человеком и Богом. И сразу здесь, в этом же предложении, еще одна причина. Никогда не давал прозвищ, кличек другим людям. Кличка, да, есть запрет называть товарища по кличке. Вописано в законах Чувы, Рома приводит до мнения на Лаку, что один из причин, что человек может потерять его дело в будущем мире, что называют товарища по кличке. Мы сейчас видим, да, это запрет не только для хасидов, для любого человека, унижающая кличка, там, и так далее, запрещено. Мы сейчас видим, да, что здесь более высокая ступень, он никогда не называл товарища по кличке. Что имеется в виду, что такое кличка? Кличка – это пренебрежение. У человека есть имя, его зовут, там, не знаю, там, Исраиль, да. А ты говоришь ему, там, не знаю, там, есть такие клички, там, носорога, там, не знаю, еще какое-то там сокращение от имени и так далее. То есть ты пренебрегаешь его величием, да, ты не относишься к нему согласно его духовной, божественной сути. Ты пренебрегаешь этим. Ты делаешь так, не только ты так не относишься, ты даешь ему ощущение, что он такой неважный. Ты его пускаешь, он из-за тебя хуже молится. Он из-за тебя, может быть, не станет праведником или более совершенной, потому что он привыкает, что он, э, что-то такое, ему говорят, там, всякие, знаю, там, ты, там, не знаю, там, волк, иди сюда, там, я знаю, там, людей, там, всякие клички есть, там, и так далее, да. Я думаю, что человек, когда он называет волк, там, не знаю, зависть, не знаю, и так далее, да. Я думаю, что у него нет ощущения, что он что-то глубокое, безбожественная душа. Да, в нем находится пророческая суть, он относится к народу пророков, есть удел в будущем мире, он должен в этом, в этой своей жизни это проявить. Реально он это ощущает? Ты, может, говоришь ему, Исраэль, о, слышит, Исраэль, ты к нему относишься, ты, когда, как ты, там, струлик, изя, там, да, 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 и так далее. Поэтому, да, поэтому отношение такое, да, то есть, другими словами, почему человека называют по кличке, мы хотим, как бы, быть близкими друзьями, корешами, такими, да, там, дружбанами. И так мы приближаемся, секунду, но в нем здесь что-то очень глубокое, в нем есть божественный аспект, и по отношению к этому у меня даже будет трепет и страх, рассказать про Раф Кука, что он встречался, когда он говорил с обычным евреем, то он дрожал весь, да, его спросили, он там сказал, да, он говорит с евреем, у него есть божественная душа, да, подобие, целям илоким, да, божественное подобие есть, и так далее, да, то есть так Раф Кук смотрит на обычного еврея, он трепещет при ним, да, а ты, говоришь ему, а ты хочешь сделать его своей игрушкой, использовать его в своих интересах, в шуточках своих, там, и так далее, его принижаешь, унижаешь, делаешь его таким очень удобным для своих, там, насмешек и так далее, и ты в итоге этого человека действительно принижаешь, хотя, может быть, он сам смеется даже, да, поэтому он говорит, что он никогда не называл товарища его прозвищу, и всегда делал кедуш, кедуш имеется в виду вино, потому что ведь если нет вина, сока, да, и сегодня у нас все изобилие, в каждом доме есть ящик, ящик вина, ящик сока для кедуша, да, люди сегодня уже не покупали, едва, какой из дома у вас нет дома, может быть, в этом самом общежитии, да, какой из дома, да, я скажу, мне бутылки сока в шабад не хватает, только на первом кедуш, пока детям всем разлил, пока они все разлили на стол еще раз, потом снова всем разлил, то все, утром уже нужно еще одну бутылку, это кроме там сока, да, только кедуш нужно, да, уже ты покупаешь ящик, да, там, два шабада, тебе нужен ящик уже, если еще купил вкусный сок, то они еще просто так пьют, да, поэтому, мы сегодня все миллионеры, да, кедуш все, делался, даже не понятно, о чем идет речь, нет, у людей не было вина, не было сока, да, и поэтому в Алфе там есть результат, что можно сделать, это на хлеб там и так далее, но он знал, что оригинальная заповедь кедуша, священие шаббата, мудрецы установили заповеди на историю священника в субботе, но то, что делится нужно виноградным соком и сам текст кедуша, это уже как бы мудрецы нам сформировали, да, такой вид заповеди, но сама заповедь это на историю, но то, деля на вино, это повеление мудрецов, да, так он мог освободить себя и сказать, там нет вина, сделаю на хлеб и так далее, нет, может, например, в молитве выйти, обязывать кедуш, это, в общем, есть разные возможности, да, нет, он всегда, никогда, не важно, что было, нет, не пропускал возможности сделать кедуш на вино, это был хаситут, никогда, да, никогда, это такая прилепленность заповеди, да, это все, что человек, который, скажем, там, да, он, не знаю, дышит все время, невозможно без этого жить, без дыхания, без воздуха, так и здесь, да, он столько прилеплен к идее шабата, там, да, ощущает божественность, что он никогда не пропускал, и была у меня старенькая мама, и однажды она продала платок, то есть у нее был красивый платок такой шабадный, со своей головы, да, то есть у него шаббат не, что осталось здесь, покрывая головы, да, и принесла мне вино для кедуша, но один раз он не смог нигде найти кедуша, и в этот шаббат все, не было у него кедуша, и мама видела, что он приходит за шаббат, и он там не может никак достать, никаким способом, и так далее, и она знала, что ее сын хасит, что он так говорил в заповеди, да, и она ради него пошла, продала свой там красивый там платок, и так далее, да, и купила ему вино, там, не знаю, сок, и так далее, да, то есть понятно, что здесь она самого жертвы ему это сделала, но все во имя чего? Она знала, что ее сын хасит, если он, в шаббат не будет такие души, это не просто заморочка, да, а он прилеплен к этой заповеди, да, там, и она знала, что по-другому быть не может, да, и она продала, да, это пример хасидута, благочестия, хасидута, проявляемого при тщательном исполнении заповеди, да, потому что это не акт, который нужно сделать, да, а это его жизнь, ведь если бы он, ведь если он нуждался в деньгах до такой степени, что матери пришлось продать платок с головы, то по закону он уже был обязан, не был обязан добывать вино до кедуша, то есть нет заповеди продать вещи, чтобы купить кедуш, однако из хасидута сделал он, то есть это его мать это сделала, да, и так же проявлялся его благочестие, хасидут в окружении к другим людям, ведь он не давал даже не обидных прозвищ, как говорили там Тософот, то есть не только обидные прозвищ он не давал, он даже не давал и обычные, может быть, там, да, такие там, изятам, и так далее, и так далее, и так далее, да, даже этого не говорил, потому что он относился к человеку согласно его величию, в тебе это не проявляется, но я к тебе так отношусь, когда к тебе так отношусь, то ты почувствуешь, что в тебе это есть, ты захочешь, пробудешься к этому, да, по рапорту, когда держишься к большим рабинам, то выходишь от них с ощущением, что ты великий человек, ты действительно, да, даже если погрязь в каких-то вещах этого мира, ты чувствуешь, что на самом деле ты хочешь великих высот, да, духовных стремлений и так далее, Рав Гуна, проявляя свое качество хасидута, подобно Раби Закаю, однажды подпаяться со стеблями травы и продал свой пояс, чтобы купить вино на Кедуш, то же самое, он продал пояс, взял какой-то камешовый тростник, завязал на штаны, чтобы они все не упали, да, и чтобы были деньги на Кедуша, он не обязан был это делать, но он настолько, да, никогда не продавал Кедуш, настолько был придуран к этой заповеди, да, что что продал часть своей одежды, давайте еще один пример увидим, тоже мы видим здесь два аспекта есть, да, один аспект, один аспект, между человеком и человеком, еще один аспект между человеком и Богом, и еще там же спросили, ученики Раби Эль-Азара бен-Шамуа, чем ты продлил свои дни, снова, да, не множелетие, а как твои дни были всегда наполнены смыслом, духовным смыслом, да, глубиной, ответил им никогда, снова никогда, никогда в жизни не делал проходной двор из синагоги, такая вечность закопандария, это делать, сокращать свой путь, здесь есть дверь, и тут есть дверь, и человек хочет перейти, скажем, там, вместо того, что идти вокруг синагоги, да, куда-то еще, он может пройти через синагогу, нет, он хочет пройти, допустим, кто-то идет, он хочет, допустим, он зашел в бахон-мейер, и он, между тем, что идти вокруг, он пройдет через бед-мидраж, так нельзя делать, можно что сделать, можно зайти, присесть там на пару секунд, либо остановиться с какими-нибудь пасут, и пойти, чтобы, да, чтобы ты не использовался ногу, для, как бы для этого, такой выход из положения, да, то же самое, как бима, да, есть синагоги, в которых бима, как у нас в холмеере, сделана с ограждением, то есть, как такое поднятие, как сцена такая, да, и так далее, так вот тоже, через биму тоже нельзя проходить, то есть, в бед-мидраж, ты хочешь прийти с одной стороны, в другую, да, нужно идти вокруг, не подниматься через биму, да, так он говорит, я никогда в жизни, никогда в жизни не делал проходный двор, синагоги, то есть, это между человеком и Богом, да, то есть, я вижу, это не подземный переход, синагога, это не сократить путь, синагога, это малый храм, это дом Всевышнего, это место молитвы, это место шхены, это место, где общность Израиля молится и встречается со Всевышним, да, это не место, через которое проходит, это место, в которое приходят, да, э, люди, когда говорили в циклиду, куда, да, когда они там, допустим, ей, проезжали, ей нужно было молиться, ой, может быть, мы заскочим на котель, помолимся? Что? «Заскочим на Котель?» Человек должен выходить на Котель в трепете и страхе. Я, к сожалению, живу возле Котеля и почти каждый день молюсь, у тебя уже стирается, как сказать, ты привыкаешь к этому месту. Люди, когда приходят на Котель, я смотрю, люди, которые приехали, «Бершевы» и так далее, то меня это немножко пробуждает вспомнить, что я на Котель нахожусь, потому что каждый день приходишь, уже привыкаешь, доходишь, но иногда забываешь, не то, что ты начинаешь в карты играть, но отношения, трепет и так далее. Это место шхины. Видишь людей, которые приезжают в Иерусалим, видишь их отношения, трепет, вспоминаешь сам. «Никогда не сделал свой походный двор из синагоги, не ходив по головам святого народа». Имеется в виду, что, когда не сидели Бритмидраши, он заходил, то… Ирин, посмотрите, 144-ая сноска. Он не ходил между сидящими учениками, чтобы прийти на свое место. То есть они сидели на полу, там не было лавочек, они сидели на полу, и он должен был пройти. Так вот, если он шел между ними и приступал, то это выглядело сбоку, как будто он наступает на их головы, то есть через них пролезает. Поэтому он, видно, шел как-то вокруг, может быть, ходил первым, не знаю, да, но он не ходил между сидящими учениками, чтобы прийти на свое место. Что выглядит, как будто ходить по головам, поскольку в те времена ученики сидели на полу. Поэтому, да, он был очень осторожен, здесь уже между человеком и человеком. Я не хочу, чтобы даже выглядело, что я как будто бы наступаю тебе на голову, что я через тебя переступаю, что ты, да, не знаю, если бы сидел здесь, я не знаю, там, Рав Бегон, к примеру, там, на полу, да, то человек бы говорит, если бы перелезли через него, чтобы там пройти куда-то, пошел бы вокруг, наверное, да, и так далее. Так он каждому человеку, каждому ученику в самом простом относился таким образом. То есть это было его отношение. И ученики ощущали, что они что-то серьезное, великое. Если наша жизнь к нам относится, ой, еще будем лучше учиться, молиться, изменять себя там, меняться и так далее. То есть он в них пробуждал это величие в том числе. Он обязан это делать? Нет. Потому что он не наступает никому на голову, он идет всего лишь. Но так как он Хасида, Хасиид, он не живет формально, а он даже если это выглядит как пренебрежение к тебе, я не хочу возле тебя проходить таким образом. Поэтому, да, не ходил по головам святого народа. Это пример Хасидута в уважении к синагоге, это между человеком и Богом. В уважении к людям между человеком и человеком. Не ходить по скамейкам, на которых они сидят, как будто он им пренебрегает. И далее там спросили ученики у раби Прейда, чем ты наполнил, как бы, да, продлил свои дни. Сказал им, никогда еще ни один человек не определил меня по дороге в дом учения. Это между я и Богом. В Бейд Мидраж я первый. Люди бегут, скажем, первый, кто добежит, получит медаль. Люди, которые бегут за медалью и так далее, он бежит в дом учения, в Бейд Мидраж. Первый, да, первый, я имею в виду, это самая важная вещь. Это не соревнование, да. Ни один раз так причем. Все время, никогда в жизни, утром человек не встал раньше, его не пришел в Бейд Мидраж. Он всегда был первым. Это Хасидрут. Ни один раз, ни два раза. Никогда в жизни, да, ни один не обрядил его. Смотрите, да. Ни один человек не обрядил меня по дороге в дом учения. Я не потому, что он соревновался, чтобы нам это сказать в Талмуде, да, а мученики его спрашивают перед смертью, там, не знаю, и так далее, да. Он говорит, да, насколько важно было ему Бейд Мидраж. Я не бы выставлял в присутствии коина. Да, имеется в виду, когда делают дзимун, бюрокат Амазон, то дают первому, кому-то, обычному почитаемому человеку, сделать дзимун, то есть, да, для всех. Такая почитаемая, как бы, должность. И так вот сказано, если есть Коген, то нужно дать Когену. Но если этот Коген, он не ученый человек, а если тут Талмит Хахам большой, то дают Талмит Хахаму нужно дать предпочтение, да. Но он даже в этой ситуации давал предпочтение Когену. Даже если он был ниже его уровня, да, он всегда. Никогда я не благословлял в присутствии коина. То есть, никогда я не делал дзимун, да. То есть, есть Коген, и если мне дают сделать бюрокат Амазона, значит, что я важнее Когена. Что думает этот Коген, который он не Талмит Хахама, он обычный Коген? Это его унижает немножко, да, это ощущение, что он чего-то не стоит. Он же, он Когену должен все время ощущать, что он в величии, он должен стремиться к храму, да, нужно в нем пробудить. Поэтому, когда я говорю, отказываюсь от дзиму, например, в Раби Прейду, да, чтобы Коген благословил, то я вижу в нем это величие. Хотя, может быть, он обычный человек, только относится к колену Когена. Тем самым, в нем пробуждается это величие. Чего тут, вау, меня ценят? За что? Что я такого сделал? Я же, я не очень там знаю много Торы. Нет, ты относишься к Когену, к колену Когенов. У тебя есть особая душа, особая святость. Ты наверняка пробуждал этого Когена проявлять эти вещи к духовному росту. Он говорит, никогда не благословил Христос и Когена. И не ел мясо животного, если от него не были сделаны части, отделены части, которые должны были отданы Когену. Снова, по закону Торы, да, нужно отделять определенные части, да, это челюсть, 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 желудок и что еще? А, зроа, да, это, как я сказал русский. Ну, это часть зроа, рука такая, для животного. Голи, не знаю, Голи так называется. Да, то есть нужно отдать их Когену, но даже пока еще их не отдал, но я уже могу есть от этой жертвы. Он не ел. Почему он ел? Потому что есть мнение другого мудреца, оно не установлено на лоху. Но есть мнение такое, которое говорит, нет, если ты ешь жертву от жертвы и еще не отдал Когену это, ты отделил, но еще не отдал, то это запрещено к еде. Трума, да? Это не трума, это в жертве, которая приносится, да, часть, часть этого животного идет к Когену, да, челюсть, желудок и горе, да, это. Есть мнение мудреца, который говорит в Салмуде, что это, пока ты не отдал ему, то тебе нельзя это есть. Но на лоху, на закон в стороне другое мнение, который говорит, даже если не отдал, то можно тебе это есть. Ты должен это отдать, но пока еще не отдал, это здесь находится, да. Тебе уже можно это есть, ты отделил, можно это есть. Но он говорит, нет, я себя так не вел, да, я не ел мясо, от жертвы пока Когену едва. Снова здесь, да, может быть, между Богом и человеком, может, человеком и человеком, он уважал Когена, да, и так далее. Либо между человеком и Богом, да, что он стражал и даже шел по мнению, которое не на лоху установлено, да. И никогда он этого не делал. То есть мы видим снова, да, две вещи. Первая – это постоянство. Вторая вещь – это все время два аспекта здесь подчеркиваются. Его особое отношение между Богом и человеком, и между человеком и человеком. То в следующий раз продолжим читать еще здесь примеры. Тем не менее мы видим здесь, да, насколько важно отношение и к людям. Поэтому, наоборот, здесь подчеркиваю, что ты хочешь быть близок к Богу, не исполняем только заповеди между Богом и человеком, супу трепетий и тщательности, подсказать, да? Тщательности? Как? Тщательности. Тщательно что-то делать? Тщательно что-то делать? Тщательно. Не тщательно, а тщательно. Я забыл, как это говорите. Я уже не говорил за слово. Тщательно. Да? А ты должен, и также, и во всех примерах мы это видим, да, подчеркиваю, это его особое отношение к другим людям, между человеком и человеком. Потому что, чтобы быть ближе к Богу, нужно не уменьшить свою жизнь, да, а возвеличить свою жизнь, да, каждый элемент, да, и тем более между человеком и человеком. Поэтому сказано, я сейчас подумал, что сказано так в послуке, возлюби, я сейчас не помню весь послуку, но наконец-то только такое, возлюби ближнего к самого себя, я Всевышний. То есть, наносительно, я должен любить товарища, да, с другой стороны, я Всевышний, там ведь моя, да, то есть, имеется в виду, может быть, да, что ты должен возлюбить товарища, имеется в виду, видеть в нем, что я Всевышний, что он тоже мной создан, у него тоже есть божественный аспект. И поэтому возлюби в нем этот аспект, относись к нему таким образом, да, не говори ему, ну, иди сюда, там, не знаю, да, да. Поэтому особенно нужно быть осторожными, опять-таки, снова возвращаемся в семью, дети и родители, да, зачастую в семье, в отношениях, вообще, как бы, чем ближе люди, тем больше есть пренебрежение, к сожалению, тем более между родителями и детьми, и дети иногда, и так далее, и что-нибудь получается, да, и зачастую родители, если позволяют трудные выражения, разговоры, лошонара, шутки, унижения, может, какие-то, подколки, там, и так далее. Нужно это все, это вещи нужно, и нет никакого этому разрешения, все законы лошонара, нужно соблюдать отношения. Наоборот, есть много историй про мудрецов, где подчеркивается, что отношение к ребенку должно быть еще более трепетным. К примеру, ребенок не может простить. Поэтому нужно говорить, что тебя простил, и его прощение считается прощением. Поэтому ты в проблеме находишься, потому что ты не можешь искупить это преступление. Да, это очень непростые вещи. Я рассказываю про родителей Великих Авинов, которые ждали иногда бармитцева какого-то ребенка, когда они случайно там что-то где-то там ему с там ненамеком что-то сказали, или там что-то сделали, было прощение, что ребенок помнит эту вещь, да, то они ждали его дня бармитцева, ходили на бармитцев и просили у него прощения. Сейчас, когда он бармитцев, то у него есть уже сила, настоящее решение, он может простить, а пока он ребенок, его прощение не считается прощением. Он говорит, я прощаю, потому что ему неудобно. Перед папой, перед мамой, перед другими людьми, чтобы его не доставали, перед дядей неудобно, раввинам неудобно и так далее. Но у него нет как бы решения настоящего, да. И поэтому ждали бармитцев, чтобы, да, бармитцы, я не помню, пока его им это было рассказано, но есть несколько их историй, да, про раввина, которые жили наше поколение и так давно, да, что он спросил, говорит, когда у тебя бармитцев записал себе, да, я пришел к нему на бармитцев, подарил ему подарок и просил у него прощения. Через 10 лет там, через 6 лет там и так далее. Ребенок что-то уже помнит? Ребенок, может, это не помнит, я это помню. Я знаю, что я причинил ему какой-то там, может быть, дискомфорт и так далее, да. Топ, без радаше, чтобы мы немножко-немножко удостоились в себя этими вещами питать.